Выбор на отмене результатов всеобщих выборов Государственной Думы Российской Федерации от 4 декабря 2010 года в связи с многократными нарушениями федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и несупредением статьи 3 Конституции Российской Федерации. Третий. Высшим непосредственным выражением власти народа является референдум к несвободным выборам. Второе. Проведение открытого расследования по факту фальсификации выборов по факту нарушения федерального законодательства. Третье. Реформа избирательного процесса с целью повышения его открытости. Установка видеонаблюдения на каждом избирательном участке, свободный доступ журналистов на избирательные участки, установка прозрачных улиц, введение программированных предприятий. А также оставка руководства ЦИК. Небольшая информация. Владимир Чуров возглавляет Центр избирательных 2007 года. Четыре года назад он прошел в комиссию по квоте Госдумы, а в этом году по президентской квоте. По закону в составе ЦИК входит 15 человек. Пять из них назначает Госдума, пять Совет Федерации, и еще пять – президент России. Все члены ЦИК наделены правом решающего голоса. Так что все вам известно, кто голосовал за эту чуру. Также вам известно, что Дмитрий Анатольевич Медведев возглавлял 4 декабря список «Единой России» на выборах. То бишь он был кандидатом в законодательную власть. Но он забыл, что он президент и является фактически главным представителем власти исполнительной, что уже нарушает Конституцию. Пятое – соблюдение основополагающих прав и свобод граждан. Отмена государственного контроля над СМИ, свобода слова, свобода собраний. Все это в соответствии со статьей 29 Конституции Российской Федерации. В пункт первый – каждому гарантируется свобода мысли и слова. В пункт пятый – гарантируется свобода массовой информации, цензура запрещена. Шестое – реформа избирательной системы Российской Федерации. Снизить для партии проходной барьер в Государственную НУ. Разрешите регистрацию новых партий. Постановите графу против всех пюлитений. Седьмое – и самое главное на данный момент, что нас волнует. Как вы прекрасно знаете, около 600 человек до сих пор задержаны. Еще неизвестно, сколько будет задержано сегодня. Седьмой пункт – освобождение задержанных на митингах 5 и 6 декабря 2011 года. 10 числа они исключают. В соответствии со статьей 31 Конституции Российской Федерации. Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации. Шествия и пикетирование со статьей 22 Конституции Российской Федерации. Пункт первый – каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Второе – арест, заключение по стражу и содержание по стражу допускается только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Мы подготовили петицию, где указаны данные требования. Эта петиция адресована Генеральным консультом Российской Федерации в Фраге, Администрацией Президента Российской Федерации и независимой СМИ. Через некоторое время вы сможете под эту петицию подписаться добровольно. А сейчас бы я хотел наглядно продемонстрировать, что произошло с нашими голосами на выборах 4 декабря. Спасибо. 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 Спасибо.